Друзья, мы уже на Кубе, маска долой, маска долой. Скоро мы с вами увидимся в этом местечке. Смотрите до конца, у вас будет прям интересное путешествие, интересная поездка сюда. И вообще вы для себя поймете, стоит ли ехать на Кубу и вообще есть ли являетельно альтернативой для Турции. Все, здесь скоро с вами увидимся, смотрите до конца будет. Что, друзья, всем доброго, прекрасного денечка. Турция, как вы знаете, у нас закрыта, путешествовать-то хочется. В общем, мы нашли альтернативу. Сейчас буду вам все по порядку рассказывать. Но для начала, как всегда, перед каждой поездкой теперь мы сдаем тесты. Это уже классически. Все сдаем быстренько и дальше перемещаемся. Так, ну что, мы быстренько сдали тесты. 2,285 на человека стоит. Честно говоря, надоело, я тоже обдиралов с этими вылетами. Но по-другому никак, потому что тест нужен на английском языке. И сдать его в поликлинике не получится, он будет только на русском. Вот, и здесь, ну что там ведь вы уже поняли из названия, что мы летим на Кубу. Здесь по прилету у нас будут брать еще один тест. И вот когда вы вылетаете, делайте тест, лучше чтобы он был информативный. Потому что, не дай бог, там что-нибудь покажет, и вас куда-нибудь там закроет. Поэтому надо здесь сдавать в таких местах, где берут и из носа, и из горла, чтобы точно был информативный тест. Никаких ошибок нет. Вот мы еще сейчас дали. У меня взяли прям очень глубоко. Все сейчас я не делаю дела. Пару дневочков, и будем вылетать. Но у вас это будет мгновение. Что, друзья, у вас прошло несколько секунд, у нас несколько дней. Вот мы уже в аэропорту Внуково, в Москве. Пойдем посмотрим, как там обстоят дела без турецких туристов, которые обычно заполняют арбор. Ну что, первый контроль пройден, конечно, надеваем маски. Сейчас это обязательно. Первое ощущение, что в аэропорту народу много. Алиби все куда-то летят. Мы, как самые настоящие путешественники с опытом, летим на Кубу. И не взяли с собой ни одного доллара на столько рублей и карты. Банкоматами там беда. Поэтому будем сейчас здесь искать, где поменять доллары. Посмотрим, какой курс. Намного ли он выше, чем в обычных банках. Хотели заехать, но сейчас уже время. Вечер, вы видите, где-то 7 вечера. Все уже было закрыто. Смотрите, сколько народу. Так, вам атмосферу живую передаю. Ну, я бы сказал, немало. Мы подошли на стойку информации. Нам сказали, что здесь все банкоматы работают. Банкоматы, банки, обмены валюты все закрыты. Праздники сейчас еще майские. Пипец, я не знаю, чем будем делать там без долларов. В общем, будем как-то выкручивать. Будем что-то искать. Смотрите, сколько народу. Ох! Видите, вот эту очередь. Смотрите. На сегодня день везения. Это очередь на наши стойки регистрации. Но мы ждать не будем. Будем сейчас с окольными путями обходить. Так, в общем, мы здесь не стали стоять. Нашли местечко, где поменьше народу. А здесь нужен будет сейчас тест показать. Паспорт. И нам на Кубу нужен тест. В распечатанном виде. Или забрать его. Нужно было прямо из клиники. Я этого не сделал. Я распечатал черно-бел. Не знаю, как будем выкручивать. Так, вот здесь я сейчас специально уточнил информацию. Здесь вы можете показать. Либо с телефона, либо распечатано, либо черно-бел. Без разницы. Здесь в Москве. Делать без разницы. Второй источник. Это Азург. Победь. То же самое. Сейчас будем ставить нашу уже небольшую очередь. Относительно той на регистрацию. Мы сейчас обратим внимание. Это кубинцы. И это регистрация на наш рейс. Вот так вот в Кубу в заводе. Что-то. Мне очень интересно, что там заводят. Потом тут прочитай. Наверное, одежду. А может и продукты. Ну, вы знаете, что там в Кубе. Я потом буду рассказывать, как там вообще, что. Интересно посмотреть. Поснимайте все. Вот так вот. Не вылетели еще в Кубу. Уже слышно. Сеньора, сеньора. В общем, это кубинцы везут всякие вещи. Завтра запчасти. Все, что есть, мы узнали сейчас на регистрации. И у нас действительно это путешествие начинается с переключений. Был перевес. У нас 3,5 килограмма. Пришлось достать рюкзак. Переложить туда часть вещей. И со вторым рюкзаком. Я жану с одним. В общем, нашли сейчас один эксчейдж банкомат. Но валюту он не меняет. Это называется эксчейндж. Россия, Москва. Центр России называет. Ни один обменник не работает. Хотели еще купить сим-карту. Тель 2 выдают только по паспорту российскому. Загранник не подходит. Поэтому имейте ввиду, заранее берите карточек Тель 2. Процессия потом расскажу. Там лучше всего работать. Дешевле всего, потому что мегафона ценник Томанский. Но потом будем уже там, я буду рассказывать все. Ну и конечно же, заранее меняйте доллар. Рубли на доллар. Там котируются доллары, евро не котируется. Вот, кстати, альфа дает вариант снять евро. Но там он будет переравлен к доллару. Поэтому совсем не выглянуть сейчас еще вот Тинькофф попробую. Друзья, я не верю. Доллары, доллары, доллары. Все правильно. Что-то доллар снял. Короче, заходите Тинькофф, открывайте валютный счет. Прям сразу же открывается. У меня уже был открыт, я открыл одну минуту. Переводите рубли на доллар и снимайте баксы из Томакомата Тинькофф. Блин, была бы отличная интеграция и реклама, если бы не за нее заплатили. Но это вот так вот дружеский совет, вы будете знать. Ну вот, вы сами отчаялись, а теперь порадоваться будет. Но единственный минус, а выдает кратное 100 долларов. Меньше нельзя вести, что мелкие были. Поэтому, где запасайтесь заранее долларами, когда летите на кубок. Ну что, последний пункт досмотра мы прошли. В этот раз у меня не забрали водичку, хотя мы без детей. На Кубе с детьми сложно, 12 часов выдержит. Мы с вами попадаем в зону бесплошной торговли. В Дети Фри. Но я думаю, при полете на Кубу можно не покупать алкоголь, что-то типа рома и виски, потому что Гавана Клаб, ромчик, делается именно там, и он там стоит копейки. Говорят, что даже дешевле, чем вода. Поэтому брать мы не будем. Можно только заглянуть в духи, понюхать, а потом на духи.рф заказать. У моих друзей, которых я 10 лет знаю. Поэтому промокод я попрошу. Предыдущий закончил, сейчас уже не действует. Я думаю, что момент съемки выхода видео, я попрошу у них промокод. Он будет под видео на духи.рф и на пудру.ру. У них теперь еще косметика есть. Заходите, пользуйтесь. Это мои друзья. И этого промокода нет в интернете. Дает скидочку. Я сам заказывал оттуда, поэтому не стесняйтесь. Заходите, нюхайте, дети, фрю, покупайте на духи. Так, вы смотрите, обстановочка здесь. Народу немного. Ну, на самом деле, точно так же, как и последний раз, когда мы вылетали в Турцию. Мне кажется, примерно так же. Куда все летят? В Кубу, куда еще лететь? Да-да, конечно же, не в Кубу, а на Кубу. Это было очевидно. Смотрите, по цене, я расскажу. Практически то же самое, что и в Турцию. Наш тур на 10 ночей стоил 165 тысяч. Почему я говорю стоил? Потому что он столько стоил, но пока мы думали. Начались майские праздники. Вот уже близко подходили. И в итоге мы взяли за 195 тысяч. Ну, 190 плюс 5000 мы заплатили за дополнительный 10 килограмм багажу, чтобы побольше вес был. Вот, ну, считайте, на майский на 10 дней в нормальный отель 165 тысяч. Это, ну, в Турцию такая же цена будет. Так, давайте-ка мы сравним. Смотрите, здесь Гавана Клаб литровый стоит 20 евро. Да, вспоминаем. Потом в следующих видосах прям заходите в плейлист, подписывайтесь. И все видосики там будут по порядку в плейлисте. Вы можете зайти, все посмотрите. И мы посмотрим, сколько этот ром будет стоить на Кубе. Там даже в отеле, по-моему, можно будет купить себе бутылку рома. Прямо в баре. Ну, и посмотрим, сколько за баром за территорией. Но мы взяли с собой пару бутылочек шампанского. А унесли три. Третью дали в подарок. Смотрите, детская зона не работает. Наш любимый кафе Муму, который мы здесь всегда перекусываем, тоже не работает. Он шоколадец только работает. А, Бургер Кинг тоже не работает. Все позакрывал. Смотрите, вот этот. Здесь все работало. Все магазины в прошлый раз. Без туристов в Турцию. Все закрылось. Сидим, пассажирпоток все-таки упал. Да, друзья, и у меня огромная просьба к вам поддержать видео лайком, комментарием. Вы знаете, для вас это простое нажатие на кнопочку. Для нас мотивация и помощь в продвижении роликов. Вообще канала в целом. Вы это уже знаете, поэтому не стесняйтесь. Нажимайте. Действительно, это очень полезно. Просто простой нажать. И вот здесь вот кафешки, где мы ели в прошлый раз. Пицца-паста, битвы, нормальный цены, пойдем быстро, перекуски. В общем, перед тем, как полететь на Кубу, у нас были варианты. У нас, во-первых, должна была быть поездка в Турцию. Сейчас уже к концу мая. Наверное, попозже видео смотрят, тоже на Кубин Дред плохой. Там видео не выложишь. И у нас она, естественно, не получилось. Сорвалась. Большую компанию должны были ехать всей нашей семьей, наши друзья. Макс, огромный привет. Тоже всей большой своей семьей. Все сорвалось. И были варианты, куда лететь. Мальдивы, Куба. Мальдивы. Лететь ближе. 7 часов. Но дороже. Прилично дороже. На 100, на 200 тысяч сразу. Микана. Еще была, но там тоже подороже. Так что там все-таки серый. Ну и остался вариант Куба. Ценник примерно как в Турцию. Но лететь. 12 часов. Я вообще не знаю, как мы вытерпим этот перелет. Это самое большое. Это я летал на Гуа 7 часов. Ну там я спал в самолете. История об этом умолчает. Это было давно. Не знаю, как мы выдержим. Я вам покажу. Ну попозже уже. Вот реально тяжело это. Или же все-таки это какая-то альтернатива Турции. В принципе, не так сложно все это перенести. Сейчас у нас время 22.45. Скоро уже будет посадка. В общем, будем лететь встречать рассвет. Если спать не будем, будем и спать. В общем, скажем, как это реально эмоционально переносится. И можно ли это рассматривать. Потому что мы немножко боялись этого полета. Смущались. Посмотрим, как она будет. Ну а вы пока нажмите паузу. И в преддверии полета напишите, как вы думаете, сложно ли нам. Как вам? У нас очень много любителей Турции. Сложно ли будет перенести 12 часов полета. А потом по итогу посмотрим. Ну естественно, в такой длительный полет мы не стали брать детей. Нам сначала самим опробуем. Мы летим с Жанной вдвоем. Но на видео ей что-то мало. Надеюсь, попозже на солнышке ее будет побольше. Так, давайте покажу вам по ценам. Мы взяли пиццу Маргариту. Вот так она выглядит. Стоит 389 рублей. Вот остальные здесь цены. Не буду все перечислять, чтобы не затягивать. Видос. А вы так все посмотрите. Пиво. Смотрите. Здесь только Жигули. Дорогого сейчас нету. 330 рублей. Здесь все остальное. Чай, кофе. Ну и тут много всего. Написка. Я думаю, это неинтересно. Это можно ждать о фрезе. Все приятного аппетита. Я взял бокальчик. Через длительным полетом, чтобы уснуть. Пицца и картошечки фри. Ну а для Жанны. Бутылочку Хайнкин. И здесь фри. В наш пролет. Пролет. В наш полет. Пролетел быстро незаметно. 12 часов, чтобы... 12 минут. Попой, я знаю, что это побольше пивка и устно. Слышать надо как можно больше. Как можно больше. Как можно больше. Рассвет будет. Нет, ты не снять с рассветом. Потому что ты будешь лететь. 15 минут и прилетает в 5 утра. Как звучит. Поэтому надо в местном. Часа 4. Чтобы не было вот этого. По времени. Попробуем как-нибудь. Потому что если мы уйдем сейчас, то мы празднулись когда-нибудь там. Все. Будем долго спать. Так, ну что, посадочку. Наш самолет уже открыли. Самолет будет очень большой. И сейчас в кафе с нами все ребята. Очень женщины. Так заряженная прилично. Я думаю, полет будет очень веселый. Ну, вообще, перед полетом. Вот как в Турцию, когда мы летаем 3 часа. Ну, 3,5. Без разницы. 22,50. Вообще, как-то. Ну, знаете, как на даче съесть. А вот здесь немного было волнительно. Мы не знаем, как общественно прокроить. И еще сейчас не знаю. Ну, скоро. Все узнаем. Сейчас будем загружаться. Сейчас тимурно. Самолет не видно. Ну, сейчас покажу. И надо запастись с собой водичками. Одна бутылка есть. Сейчас еще одну же они возьмем. Ну, там в самолете будут давать. Но с собой лучше бутылочку воды имей. Там колдует. Там что-то колдует. Свершилось чудо. Что же объявляют? Всех, кто задержится на рейс, просьба пройти на посадку. Мы дождались, чтобы в конце пойти. И так делать, что в севере. Друзья, блин, волнительно. И много нам таким путешествий. Вот он наш самолет. Бизнес-класса здесь нет. Все эконом-класс. Большой и длинный самолет. Смотри, куда уходит. Самолет просто битком. Вообще свободных мест нет. Просто битком смотришь огромных. Ну, а вот и наши места. Мы взяли не у окна. Потому что мы вдвоем. То есть взять у окна. Надо либо будет кого-то выпускать все время. Либо самому проситься выйти. А так здесь стало хорошо. Смотрите, здесь сразу при посадке. Наушники в упаковке. Сумка. Подарок Azur Air. И плед. Но плед, я думаю, надо будет отдать в конце. А вот за ногой сумке что-то лежит. Да, на полную. Вообще, что там деньги. Ведь и как там куки, да? В этом. Какие? Экран. О, смотрите, я думаю, сейчас крутится. А он уже сразу включился. Сейчас разберусь, скажу вам еще съесть. Вызов в борт проводника. Водички, пожалуйста. Жанна покажет, что в сумке лежит. Здесь, наверное, спальные принадлежности. Да ладно, подушка. Ну, вообще, и беруши. Ну, все, чтоб все спали молча. Чтобы никто не прыгнул, не скакал. Чтоб все дружно спали одновременно. Здесь же, смотрите, есть USB-зарядка. В таком длительном полете это вообще крайне необходимо. Но массовые пауэрбанки взяли. Я все перед выездом еще купил свои фай. И наушники, на мой блокно. Ну, в вашем работе сейчас проверим. Знаете, очень примечательно. Вот, смотрите, видите, кубинка справа стоит. Они одевают маску, очки, а сверху еще экран. То есть они вот там заботятся о безопасности очень сильно. В перелете тоже. И наушники еще, чтоб через уши не залетало. Ну, правильно делает, молодцы. В безопасности, конечно, все. Ну, и, кстати, у нее еще и перчатки меховые. Чтоб вирус не просто пилит. У, Жанна тоже закупорилась. Беруша ставила, чтоб не задувало вирусом. А мы будем пролетать красиво, не сюда. Я буду просить кубинцев, чтобы они поснимали для нас. Ну, подумаешь, ты на камеру куда? Да, подумаешь, что я подарил камеру и останешься без камеры. Ты знаешь, если в Кубани, если наступишь что-то оставить на кровати, не важно, что они воспринимают это как будто из-за чего. То есть, чтобы ты не оставил на кровати, я оставлю на кровати. Да, из-за того, что на мидр телефона не заберу, они не заберут. Они не так открыли, что оставила на кровать. То есть, если ты придешь днем поспать, то я приду на тебя, значит, тебя добраю. Смотрите, пока не взлетели. Пока шумиха не сильная. Покажу вам меню. Здесь можно себе взять, покушать. Сырная тарелка. Говядина с хлебушком. Здесь есть даже пиво на 30-150 рублей. Всего лишь 450 грамм. Что-то дешево. Темные Эль 200 рублей. Светлые Эль 200 рублей. Гристое вино. Шампусик. Все вино-вино-вино-вино. С другой стороны еще есть вот соки. Крепкие напитки. Виски Витя 350 рублей 300. Сладости. Шоколадный батончик за 100. Лизировочка. Это к виске. Можно взять очень. Полный бар. Ну, Азур и всегда так. И всегда можно подкрепиться. Но мы с собой кое-что взяли. Попойчик в каждом, что мы взяли в этот раз. Я уже затестил зарядочку. Зарядка работает. Все отлично. Никита передает вам прием. Ну, что у нас уже погасла подсветка. Смотрите, здесь наверху. Звездное небо. Не знаю, будет камеры передавать или нет. Вот видите такие точки. Все в таких точках. Чтобы не скучно было сидеть, как будто в космосе летишь. Что мы начинаем взлет? Окошко, правда, ничего не видно будет. Снова уже летим 800 километров в час. Практически 10 тысяч. И вот так вот мы из Внукова в Варадера летим. Потом здесь же у нас, смотрите, фильмы есть. Музыка, мультфильмы. Много-много разных кино. И для взрослых, и для деток. Ну что, мы включили киношечку. Люцифера будем смотреть. Смотрите, какая приятная подсветка в самолете. Я, конечно, поражаюсь размерами самолета. Смотрите туда. И вот туда, как это все уходит. Огромный, сейчас смотрю. Ребята, смотрите, какая здесь крутая тема. Первая стаканчик. Нажимай так. И наливайте водички за настоятельно. Да, это, конечно, удобная штучка, прикольно. Можно прогуляться, скоротать время. Ну, ладно, пока ничего не видно. Вон там где-то рассвет начинается. На поезде вам покажу, когда солнце. Такое прикольное ощущение. Ты летишь, а рассвет не начинается. Потому что мы как бы летаем от солнца. И рассвет к нам не приходит. Летим, летим, летим от солнца все не проявляет. Что у нас? 2 часа 37 минут. И колбаса. И нам принесли обед, ужин. Не знаю, как назвать. Ночной суп. Женины любимые. Колбаса. Масло. Масло сливочное. Что там еще показано сразу? Сыр. Что там еще? Огурцы. Помидоры. Овощи. Овощи. Это что, вафли? Артек. Артек. Не забывайте про Россию. Красиво и булка. И на горячее курица с макаронами и рис с мясом. На выбор было. Старые добрые вкусняшки. Помните, как раньше всем этим кормили? Когда в Турцию летали, да? Всегда давали. Прямо ностальгии по вкусняшке. У меня двойная порция. Жанна мне дала свою колбаску. Возьмем с собой по поедем в дорожке. Кстати, вот прилип к Люциферу уже вторую серию. Смотрю, в Рим пролетает очень заметно. А ведь сейчас сколько тут временно? Ну, сколько я говорил, чуть-чуть не включается. Я их поставил на эко-режим, чтобы не садились. Вообще, как будто топ-7. Скиношкой очень быстро в Рим пролетает. Почти полпути пройдено. Это почти. На самом деле, нам осталось еще практически 8 часов. 4 уже пролетели. Постояние вообще идеальное. Спать не хочется. У нас сейчас 4 часа ночи. Это по Москве время. Вылетели в 12. О, выключается свет. Сейчас скоро захочется спать. Веледное небо. У нас остался час 16 до конца полета. И я проспал. Что, мы сели? 2-й ровно. На самом деле, хлопают уже второй раз. Первый я не успел снять. Что мы приземлились. Такая у нас обстановочка. Вся по позе будет рассказывать уже. Все как было. То долгожданный момент. Выгрузки из самолета. Ой, я довольный. Сейчас расскажу, что будет. Так, ну что, наши ноги вступили в территорию Кубы. Вот такой аэропорт. Сейчас тесты будем за, да? Да. Складно, я хочу сказать. Давайте немного о том, как прошел наш полет. Как прошел твой полет, скажи. Ну, как сказать, понравилось. Я не соблюблюсь. 12 часов. Ну, комфортно. Ну, в принципе, нет. Так, теперь мои ощущения. Я думал, высказь расходу. Мои ощущения. Я думал, высказь расходу. Полета. Внимание. То же самое, что в Турцию долетели. Потому что я послушался Жаниного совета. Поспать потом. Потом она мне сказала. Посмотреть сериальчик Люцифер. 7 серий по часу. До всей с половиной. На одном дыхании пролетели. Я думал, что у меня даже не останется времени поспать. Потом я заставил себе уснуть. Поспал 4 часа. Без перерыва практически. Москва делала. Толку встречает нас. Это туда. Русские сюда. И все, проснулся. Опил кофейку. И уже пора выходить. Я выспавшийся. Отдохнувший. И полет для меня прошел. Как будто действительно в Турцию слетать. Это главное. Запасайтесь именно сериалом. Каким-нибудь хорошим. Чтобы можно было новой серии. Смотреть, смотри, смотри. А потом под конец. Часть 4-5. Паспорт. Остать с собой взяла. И кроссворды. И куча сериала скачала. И на самом деле позор со своим. Да, вот еще, кстати, дело в выборе компании. Дайте нас какие-нибудь. Медиа были, да? Клуб Пегас у меня еще нет. Клуб Пегас я уже нет. Берите Азур. Лучше переплатить хороший самолет. Телеки, сериал. У меня даже не понадобился мой телефон. И у меня осталось. Колбаса с лавашом. Мы ее даже не распечатали. Что ты вкормили? Нет, у меня самолета в тысячу раз лучше, чем Крегас. Да, и самолет комфортный. Сейчас все идем туда. Давай тест сейчас будем. Посмотрим, как все будет происходить. Аэропорт поснимаем. А где музыка? И кубинки танцующие. Хельсон Декуа. Так что заходим на территорию аэропорта. Такая здесь атмосфера. Я издалека прям вижу сразу продажу с сигар. Кошиба. Куба Либра. Смотрите, Гавана Клаб, Ромчик, сигары. Много-много всего. Доставьте. Вводим всем улыбаться и заряжать нашим позитивным настроением. И вас тоже заряжает. Так, и я уже потерял Жанну. Жанна. Все состоят. Так, в общем, здесь есть туалет. Значит, можно здесь маску снимать сейчас сниму. Меня кого-нибудь заберут. Прям на входе обрабатывают руки антисептиком. Девушки стоят. И при выходе самолет у нас тоже обработанные руки. Сейчас пока стоим, ждем. Сдачу тестов. Должны что-то объявить здесь, магазинчики разные. Местного колорита. Очень много рома и сигар. Но мы потом приценимся. Сейчас надо быстро анализовать. Вот, 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 всех позвали. И все пошли. Так, вообще, как от нее разбери. Хотя, всех отправили в другую сторону. Сказали, куда-то туда вниз идти. Хоть какие-нибудь разметики сделали с надписями. Там, тест, тест, куда-то давать. Все пришли, стали сюда пошли сейчас в другую сторону. Ну, прикольно играет уже музыка. Кубинская немножечка такая. Та-та-та-та-та. Короче, это дурдом. Вот так вот сейчас все стояли минут 30. Здесь жарко. Организация просто на 2. Ужас. Все столкнулись в одну кучу. И выпускают вот так вот кучками по 5-10 человек. Сейчас смотрите, что они получаются сделали. Мы вот так вот вышли оттуда с самолета. Они русских всех направили вот туда, в зал. А всех своих местных сразу вниз на ПЦР-тест. Почему, если у вас будет возможность, вы вышли с самолета, сразу идете вниз вместе с местными. И на ПЦР-тест не ходите туда. Там ничего не надо не заполнять. Ничего делать. Просто идите вот сюда вниз. Говорите, что вам надо сюда. И все. Хотя он здесь разграничивает. Ну, идите сюда. Будете так вот сюда. И вот здесь вот будем сейчас сдавать, наверное, тесты. А может, и не будем. Сейчас посмотрим. Пока я спал в самолете, надо было вот такую бумажку заполнить. Жанна за меня заполнял. Здесь он сейчас пригодит. Смотрите, на этом стольки проверяют ваши тесты, которые сдавали в России. У нас он был черно-белый, без печати. Ничего не сказали. Все записали. Потом выделили такую ампулу. Здесь написано фамилия, какой-то код. И сейчас, наверное, будет брать анализы в эту ампулу помещения. Здесь палочкой мажут рот. Суют в эту баночку. И баночку отвратно экспертизу. И результат придет на следующий день в отель. Все, и здесь паспорт контроль снимать нельзя. Так, ну что здесь прошли еще один контроль. Досматривают абсолютно все. Все ваши рюкзаки. Поэтому никакой запрещенки. Собой брать нельзя. Раз эти измеряют еще температуру разжег. Дрон, естественно, с собой брать нельзя. Прочную клачусь, тем более. Но чемодан тоже нельзя. Я не брал. Даже я не брал дрон, потому что его здесь заберут. Все, идем получать багаж. Вот она, наша очередь, на выдаче багажа. Очень интересно, как местные жители определяют свой багаж. Ну, естественно, по беречкам. Столько все. Мы стоим там на лентах, ждем чемодана. И кто-то здесь снял один. И вон там второй стоит. Он стоит, ждем. Смотрите, здесь бегает собачка. Обнюхивает ваши чемоданчики. Запрещенку не ввозить. Все пронюхать. Мальтикак активно нанюхать. Ну, так вот выглядели. Все это зона выдачи. Вот там хоть контроль. Так вот вам спокойненько покажу. Рапорт это уже. Ну, понятно, зачем он там выход. Тысяча на выходе якобы сверяют фамилии. Ну, так чисто визуально. На самом деле не сверяют так. Мельковский, что мы выходим на улицу. Здесь наш оператор Анекс нас встречает. Что здесь уже можно сделать? Маски долой, маски долой. Смотрите, сейчас будет процвет. Что Куба, встречая нас. Смотрите, время сейчас у нас 7 часов утра. По Москве 2 часа. У нас будет автобус номер 2. Ароматик такой влажный немножечко. Но вкусный автобус им почти не пахнет. Вот он, наш автобус. На самом деле очень удобный рейс. Вечером сел, поспал. Здесь еще целый день. Там всегда же рассвет. Ну, то есть вообще супер. Атмосфера класс. Первое впечатление классное. Музыка играет. Не жарко. Но тепло, очень тепло. Майки в футболке. Как вам атмосферка первая? Сейчас пока еще ничего. Сейчас приедем. Какая-то атмосфера арка. Вот здесь подходите, говорите, в свой отель. У нас отель Starfish. Девушка разговаривает по-русски. По-моему, даже русская. Все записывает, говорит, куда что влазит, куда садится. Пока там автобус загружается, вышел сюда встретить. Рассвет, смотрите, солнышко. Здесь подходят наши подписчики. Узнают, фоткаемся. Стесняюсь, друзья, всегда подходите. На Кубы все летят. Турция закрыта. Что же делать? Поэтому, я думаю, у нас здесь будет много наших зрителей. Красота. Музычка играет, солнце светит. Здесь из колоночки вот так вот. Колоритно все. Ну, нормально, в самом деле, все цивильно. Все хорошо. Что мы все там стоим? Давайте сюда выйдем. Посмотрим уже на местную атмосферу. Флаг Кубы. Пальмы, собачки. Раритетные автомобильчики. Атмосфера здесь сделал парфудчик. На обложечку. Вот оно, солнышко. Главное, чтобы автобус без меня не уехал пока. Тут подвозвлась. Вот это весело будет. Спасибо за то, что вы дали нашу компанию. И увидимся в отеле. Все хорошо. Опа, ну что, вот мы добрались до нашего отеля. Стартферидж. А сейчас там у нас будут танцами встречать. Я же отсюда вижу. Давайте, наверное, за этим закончим наш видосик. В целом, хочу вести итог того, что мы сюда ехали. Блин, у меня вот ощущение, нет такого, что какие-то сутки ехали полсуток. Как будто просто вот до Турции доехали. Вот реально по ощущению просто. Я выспался, все довольный. У нас целый день впереди готов встречать. Вообще все, рисовать. Давайте все увидим в следующем видосике. Огромного всем удачи. И пока сейчас собираем наш чемодан. Я начну отсюда новое видео. Занна уже пошла регистрироваться, чтобы быстрее в первую очередь. И смотрите, как здесь весело. Я сейчас сам начну здесь танцевать. Вот это, бац.